С эпидемической точки зрения первомайские праздники прошли относительно спокойно, отметил глава Чуваши Олег Николаев на заседании Оперштаба по противодействию коронавирусу. Все многолюдные мероприятия в этом году, как и в прошлом, были отменены, за исключением Пасхи. Четкое понимание, сколько храмов работало из 228. В пасхальное богослужение были проведены в 187 или 82%. Приняло участие около 13 тысяч человек в целом по республике. И к мероприятиям по раздаче средств индивидуальной защиты было привлечено 179 мобильных групп. Заболеваемость ковидом в Чувашии 1987 на 100 тысяч населения. Среднероссийский показатель в полтора раза выше. Тем не менее, в последние недели отмечается увеличение случаев коронавируса и вне больничной пневмонии в республике. Функционируют 1050 специальных коек. В ближайшее время сокращение коечного фонда не планируется, отметил министр здравоохранения Владимир Степанов. Он также сообщил, что вакцинация идет полным ходом. К стационарным прививочным пунктам добавлены мобильные. В местах массового пребывания людей. Информацию о них можно узнать на сайте Минздрава Республики. Начали с двух учреждений. Это вакцинация пациентов, выписывающихся из стационаров. В частности, ночью в Ассарской городской больнице. Это процесс, значит. И в городской прокуроренческой больнице номер один. Далее, значит. Вот буквально на днях, в праздничные дни, организована выездная вакцинация. И в частности, вот. В места, где есть массовое скопление населения и торговые центры. Это в частности, возле Нюрмак-Шубашкар. Мобильный комплекс. За вчерашний день было вакцинивано 25 пациентов. Кстати, накануне в Чувашию поступила очередная крупная партия вакцины «Спутник». Минздрав рекомендует воспользоваться возможностью и привиться от COVID-19. Глава Чувашии Олег Николаев попросил руководителей муниципалитетов оказать медработникам максимальное содействие в организации процесса и информировании населения. Частую люди, скажем, не имея возможности дойти до учреждений медицины, сокрушаются, когда пропускают возможность вакцинироваться, скажем так, в мобильных пунктах вакцинации. Поэтому прошу и глав администрации в эту работу включиться, то есть организовывать вот такие пункты, но при этом широко извещать людей тем, чтобы они, скажем, воспользовались вот такой возможностью. Олег Николаев напомнил, ситуация с заболеваемостью коронавирусом под контролем, но по-прежнему требует пристального внимания и действенных профилактических мер, особенно в преддверии Радоницы, когда люди массово посещают кладбище.